Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас всех сегодня здесь, на нашем эфире. И у нас в гостях старшие бриллиантовые директора из Казахстана Даурен и Гульнара Арахимовы. И хотела бы сразу отметить то, что Гульнара и Даурен именно в вопросах активности особо эффективны. У них, конечно, получается всё, поэтому они растут, уверенно растут по плану успеха. Но когда мы выбирали наших гостей поговорить об активности, обратили внимание на то, что, например, за прошлый каталог Даурен и Гульнара Арахимова являются победителями нашего внутреннего конкурса среди топовых организаций именно по приросту активности по сравнению к прошлому году. И здесь хочу отметить, что мы смотрим на активность без учёта новичков, новых рекрутов, именно активность тех партнёров, которые уже есть в команде. Поэтому давайте поприветствуем Гульнару и Даурена и узнаем про их фишки и их секреты такой успешной работы. Даурен, Гульнара, добрый день! Добрый день! Большое спасибо за то, что согласились поучаствовать и рассказать о себе, о вашей системе работы. Это очень полезная информация, я думаю, для всех партнёров Арифлейм. И, конечно же, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе. Я начну, ты продолжишь, да? Всем ещё раз добрый день, Гульнара и Даурена Рахимовы. До Арифлейм я студентка четвёртого курса аграрного университета. Так получилось, что у меня было два этапа роста в компании Арифлейм. Один этап неосознанный, другой уже осознанный, когда я вышла замуж за Даурена и у нас научился развиваться семейный бизнес. В 2011 году, когда училась на четвёртом курсе аграрного университета, мне рассказали о возможностях компании Арифлейм, сказали о том, что можно зарабатывать удалённо. В то время никто даже и не мечтал, в принципе, об удалённой работе. И для всех это казалось дико. Все говорили, ой, сетевой маркетинг куда-то пошла, зачем тебе это нужно, у тебя красный диплом, красный аттестат, ты должна вот идти по натоптанной, университет, работа, дальше пенсия. Но так получилось, что человек, который меня пригласил в бизнес, она мне подробно рассказала именно о возможностях заработка не на торговле, а именно на построении партнёрской потребительской сети. И меня это заинтересовало, но и, наверное, как многие новички, я не сразу решилась в бизнес подключаться. Ещё два месяца я ходила, думала, но вот эти звонки от моего наставника, они мне, конечно, помогли раскрыться, прислушиваться больше к информации. И я как человек, который любил читать, в то время было мало видеоматериала, так как не у всех даже дома был интернет, я стала читать книгу «Богатый папа, бедный папа», и там рассказывалось о сетевом маркетинге. Я поняла, что в Америке, оказывается, это такой, ну, как бы развитый рынок, там относятся люди к нему достаточно легко, просто, да, что это вообще тоже у них уже как часть жизни. И я понимала, что, в принципе, то, что происходит в Европе и Америке, оно потом постепенно приходит и к нам. И я попросила Айжан выделить мне время, рассказать, как мы с ней будем приглашать людей, потому что первый вопрос, как у любого новичка, а где я возьму такое количество людей, да. И она мне объяснила, что достаточно первые три человека, которые будут согласны прийти в бизнес и начать со мной вместе зарабатывать. Тогда я подумала, ну, вот три человека я, наверное, точно найду. И мы начали каждый день проводить встречи, через три месяца, работав в офлайн, мы открыли квалификацию директора. Поэтому я точно знаю, что если человек работает системно, ежедневно, да, то неважно, онлайн, офлайн, у него в любом случае будет результат. Потому что в то время мы даже вот, чтобы оформить заказ, то нужно было идти в интернет-клуб или ехать в офис компании, это еще минут 40 дороги, да, чтобы просто забить заявки своей и партнеров. Но при этом даже в то время на такой скорости мы сделали это за три месяца. И потом получилось так, что в то время я зарабатывала тысячу долларов, меня это устраивало, потому что мои родители даже столько не зарабатывали. И в какой-то момент мне казалось, что, ну, вот квалификация там бриллиантового директора-исполнителя, это когда-нибудь потом, через много лет, если даже не спеша идти, можно сделать. А потом, получается, когда мы познакомились с Дауреном, в первое время вот у всех возникает вопрос, а ваш супруг был против или за? Конечно же, как и многих, почти против, да, потому что мы познакомились через Влад Наклассницу, которой я презентовала бизнес. И он мне сказал, зачем ты морочишь голову нормальному человеку, она мать троих детей, ей надо работать в школе, учить детей, не зови ее в бизнес. По-моему, очень стандартная такая мужская первая реакция. Да, да, ну, я раньше обижалась на такие реакции близких, да, когда там родители, тети мои запрещали, не запрещали, но как-то неодобрительно относились. А потом я поняла, что это просто защитная реакция, чтобы нас оградить, защитить. Просто наша задача какое-то время переждать, показать результат, не спорить, без всяких агрессий, показать, что это красивый бизнес, в котором можно и зарабатывать, развиваться, оздоравливаться. И вот, когда муж с Дауреном, получается, поженились, я вышла в декрет, у нас с ним появились четкие цели и планы. То есть мы хотели, вот наша первая цель была, это построить дом. Дальше Даурен, может, пару слов расскажет о нашем росте и развитии. Ну, я не знаю, связан ли рост со мной, точно, но точно говорю, что в определенный момент я ей запретил заниматься Арифлейм и увидел, что просто ей стало скучно и со мной, и дома, и никакие радости ее не радуют. Потом на этом фоне согласился посетить одно из мероприятий Арифлейм, там увидел лидеров, точно влюбился в этих людей, увидел, что в 50-60 лет можно ходить на каблуках, классно выглядеть, думать по-другому совсем. Ну, и, соответственно, они показали те достижения, которые у них за 15-20 лет сотрудничество с компанией получились. И я сказал, все, мы должны здесь работать, только мы должны зарабатывать, вот как они, мы должны ездить на эксусах, жить в квартирах по 200 квадратных метров. Я ей говорю, нужно такой план, что нужно для этого сделать, она сказала, нужно работать. Да, я тогда показывала лидеров, которые работали онлайн, и говорю, ну, вот как все новички, что же друг другу передают, или директора, вот, смотри, та-так растет, та-так растет, да, и думаешь, какой-то есть секретный там, секретный ингредиент. И Дориан тогда мне задает вопрос, говорит, а чего мы так не делаем? А чего ты так не делаешь? Если это все так классно, они вот растут, работают онлайн, да? И вот в тот момент, получается, в принципе, как я когда делала квалификацию директора, просто взяла ответственность на себя, в каком плане, не в плане семейного бизнеса, да, а в плане того, что обычно многие люди ждут, когда там наставник построит систему, да, когда компания что-то придумает, запустит и так далее. Я понимала, что если, например, мы сами начнем много рекрутировать, то вот этот результат, он неизбежно придет. И даже сейчас, например, когда мы планируем какую-то квалификацию, мы понимаем, что нужно рекрутировать больше, находить тех партнеров, которым сегодня нужны эти поездки, которым сегодня нужны эти премии, которые готовы вместе с нами в компании работать не один год, потому что это тоже важно. И мы, конечно же, видели огромное количество примеров людей, которые работали здесь больше 20 лет. И это внушает стабильность, это внушает уверенность в завтрашнем дне, что твоя компания, она завтра не закроется, она завтра не скажет, что вот все, больше там мы не работаем на рынке. И это дает такую уверенность, что ты легко рассказываешь людям о возможностях компании. Нужно, правда, вот этот барьер внутри себя пересилить и понять, что вы предлагаете только самое лучшее. Лучший маркетинг-план, лучший продукт, лучшие wellness-продукты, которые помогают нашему здоровью. Лучшее отношение к людям. Да. И вот этот скачок у нас произошел, получается, мы жили, потом получилось так, что мы жили на съемной квартире, строили дом, денег не хватало, да, как у многих семейных пар. Это сейчас, конечно, мы рассказываем об этом весело, да, когда уже вспоминаешь. А в тот момент это был такой стресс, потому что хотелось уже, чтобы наш ребенок жил не в съемной квартире, хотелось повезти ее на море, показать мир, ни в чем не отказывать, да. И вот получилось так, что в 2017 году, уже вот в 2016 родился ребенок, в 2017 году мы закрыли сразу квалификацию старшего золотого, софирова, бриллиантова. И я смотрела, ну вот, отчеты, получается, параллельно, у нас уже была восьмая группа в то время. И как-то вот так это все понеслось, и ты понимаешь, что оказывается, это зерно, вот почему до этого не росли, а потом стали расти, только в системности. То есть, например, каждый из нас живет, например, в квартире, в доме, да, никто не хочет, чтобы сегодня свет есть, завтра нет, сегодня вода есть, завтра нет. Все хотят, чтобы системно вода лилась из крана, да. И точно так же, если вы хотите роста в бизнесе Арифлейм, у вас должно быть рекрутирование, поддержание активности и, конечно же, обязательно развитие лидеров. Потому что без лидеров такую структуру вы не сможете сами, ну не то чтобы обслуживать, это как правильно сказать, не сможете сами сопровождать, да. Потому что один человек никогда не сделает столько, сколько это сделает 5, 10 или 100 человек. Да, супер. Вот поговорили о том, что же было толчком, что же является зерном для успеха. Скажи, пожалуйста, вот у вас в системе в связи с ковидом поменялось ли что-то с точки зрения поддержания активности, поддержания товарооборота, потому что мы все видим, что жизнь поменялась значительно, да. Какие-то изменения в системе произошли у вас или в принципе работает вот такая, ну, вот туда основа, которая была заложена, она дает плоды в любой ситуации? Смотрите, что именно поменялось, да, если до этого мы ориентировались только на чаты и на какие-то большие встречи, когда компания устраивала, да, то здесь получается, когда мы все не могли увидеться, встретиться, особенно вот именно начало, да, пандемии, то здесь помогли очень именно зум-созвоны. То есть тогда уже, в принципе, тогда же зум был, но тогда прям все освоили его, и раньше приходилось людям объяснять, вот так скачай, установи, включи микрофон, а тут уже и в школах вели, и в организациях вели, и стало так легко общаться. И я сейчас думаю, как мы жили без зум-созвонов, потому что реально ты ведешь планерки, ты видишь обратную связь, тебе человек задает вопросы, ты видишь его глаза практически как живую, но это экономит время в плане расстояний. И вот во время, получается, ковида мы стали больше давать прямых эфиров, больше зум-созвонов и просто даже, в принципе, аудио-созвонов, потому что раньше это были только чаты, чаты, чаты. Сейчас чаты — это просто как фоновый шум, чтобы где-то кто-то друг другу передал информацию, все остальное время это, конечно же, именно уже вот такой видеоформат общения. А давай как раз и попробуем вот описать вашу систему коммуникации. Мы в Арифлейм живем каталогами, и какие такие важные базовые элементы каких-то онлайн-встреч-созвонов у вас есть для того, чтобы поддерживать, да, активность? Сейчас, например, для поддержания активности, что мы запускаем на первой неделе? Мы запускаем марафоны, где на марафону мы еще раз проговорим, кто как рекрутирует, но каждый со своей подачей. И плюс объясняем, как мы делаем обзвон. Почему именно на первой неделе, чтобы вот эта волна, чтобы ее как-то вот запустить? Именно на первой неделе все наши лидеры, они делают скриншоты своих заказов, что они заказывают, что они получили, потому что мы поняли, что, ну, конечно, до сих пор есть такой момент, что и на третьей неделе большое количество заказов размещается, но хочется все это сдвинуть на первую неделю каталога, поэтому в своей системе, что именно мы поменяли, это фокусировка, что первая неделя и вторая, они самые важные. И я общалась со многими лидерами других структур, именно те, которые хорошо закрываются, растут, да, сейчас идут на бриллианта, они делают акцент именно на первые две недели каталога работы, а уже третью неделю, получается, там, ну, как говорят, закрывают хвосты, да, то есть смотрят, кому сколько до квалификации не хватает. И очень важно в системе коммуникации знать цели своих партнеров и вести их по программу, потому что как только у тебя расфокусировка, ты не знаешь, ну, вот, вроде говорит, хочу там квартиру, дом, машину, да, но это где-то там, что-то как будто далеко. А когда у нас идут такие квартальные программы на премии, бонусы, поездки, да, то ты уже точно знаешь, что ему нельзя там ниже 15% спускаться, ниже 18%, и мы начинаем распределять его баллы. Говорим, акцент первый, твои заказы, например, если тебе нужно 18%, это 5000 бонус-баллов, например, 3500 баллов у тебя должны закрыться за первые две недели. Если у него этот объем не набирается, мы, конечно, уже звоним, обсуждаем, разговариваем, да, то есть стараемся нагнать этот темп, потому что если человека как бы, ну, иногда не подталкивать, не дисциплинировать, то он может расслабиться и показаться ему, что, ну вот, еще же до конца каталога есть время. То есть это как, наверное, у студентов, да, до экзаменов никто не учит, не учит, а потом последний день все. Есть такое, да, среднюю ночь подготовиться. Ну, то, что я слышу, это вообще здорово, то, что есть вот и система такого контроля-сопровождения, то есть и сопровождение, и контроль, да, и есть система вот этих таких маячков, да, к какому периоду, в принципе, что уже должно быть. Такой четкий-четкий план, здорово. Бульнар, скажи, пожалуйста, вот что можно посоветовать, да, всем партнерам, которые нас смотрят, какие онлайн-активности обязательно должны быть в расписании вот каждого партнера? И какой бы, ну, вы порекомендовали чистотой? Планерки, например, да, именно с ключевым составом, если это группа, которая идет на директора, мы практически каждый день созвоним, либо аудио созвон, если они не успевают в Zoom выйти. Потому что в Zoom, ну, бывает такое, что у нас много мамочек в декрете, да, которые ночью там то укладывают, то я сама, например, ну, там, с ребенком вожусь, да, но мы хотя бы по телефону разговариваем. Потому что я вспоминаю себя, что мне помогло выйти на квалификацию директора, я каждый день была на связи со своим наставником. Вот сейчас, например, у меня группа отделилась одна на директора, они мне не звонят, они сами, чтобы теперь созваниваться, работать, мне аж так непривычно. Мне аж кажется, что такое, что-то не то, а потому что каждый день мы с ними разговаривались, общались, да. И сейчас, например, те ключевые директора, которые идут на квалификацию, хотят в этом году открыть старшего золотого сапфирового директора, да, я знаю, что они каждый день на связи со своими ключевыми. Либо это Zoom, либо аудиосозвон, либо это живые прям встречи. Вот, например, у меня сейчас есть структура Бахыца 2кассовая, она планирует открыть квалификацию первого директора. Они сняли небольшой кабинет, и там каждый день встречаются, но это продуктивно. Потому что я вижу, что у них идет хорошая активность по структуре рекрутирования, они выполняют бизнес-показатели. И вот, например, они каждый день стараются пересекаться хотя бы на 2-3 часа и созваниваться. До этого они встречались в кафе, уже в кафе официанты, их все знают. А сейчас они сняли небольшой офис, потому что, ну, пока от компании офисы закрыты, соответственно, хотя бы так, да. Кто-то встречается на квартирах, и я знаю такой момент, что если у моего ключевого партнера что-то не получается, я его приглашаю, например, на чашку чая, мы садимся вместе, и я говорю, давай звони. Ну, а если человек для этого говорил, что типа нет, никто ничего не хочет, да, то я вижу, что когда он при мне звонит, у него и рекрутирование идет, и люди что-то вроде хотят заказы сделать, да. Потому что вот эта как бы энергетика, она передается. То есть на самом деле наша задача передать человеку энергию, что у тебя получится, ты сможешь, смотри, у других получилось, у тебя тоже получится, давай вместе попробуем это сделать. Если есть партнеры, которые находятся, например, далеко, там, Шимкенте, да, то мы уже по зуму созваниваемся, я говорю, слушай, Айман, давай набирай, я послушаю, что ты говоришь. И я делаю себе пометки, что так, что не так, а где она, например, интонацию не ту сделала, да, где она там, бывает иногда так, что человек где-то уверенно говорит, да, и прям люди к нему идут, а иногда человек стесняется. Вот у меня было тоже такое, что я когда-то раньше звонила, например, первые две недели, вот, как я звонила? Так, мило, разговариваю, не спеша, да? А когда закрытие каталога, у тебя прям, это, вырабатывается ораторское искусство, навыки говорить. И я уже говорю, смотри, давай вот здесь более воодушевленно программу продай. Не так, что у нас есть премия, поездка в Боровое, нужно прям сказать, у нас есть премия, у нас есть поездка в Боровое, давай вместе поедем, да? Потому что вот эти совместные мероприятия, совместные выезды, они прям сплочают. И человек даже сам не знает, зачем ему туда ехать, да? Но ему уже хочется эту квалификацию выполнить. Да, здорово. То есть то, что я услышала, есть вот такие планерки обязательные. Очень важна система сопровождения, причем вот где-то даже, скажем так, ментеринга, да? То есть ты смотришь, да, если у кого-то что-то не получается, где помочь, отслеживаешь, как человек работает и направляешь. Это очень-очень круто. А можно здесь добавить, да, еще? Просто у нас были такие, например, структуры, когда мы много вливали регистрации, да? И вроде шли на поток и думали, что, ну, когда-нибудь кто-то возьмет на себя ответственность и осознает. На самом деле было такое, что много, в принципе, хороших людей. Они недопоняли, недополучили, может, где-то внимание, и они ушли. Или бы уснули, да, на какой-то момент. А я начала потом анализировать, а что было со мной? Почему, например, другие вот лидеры, которые со мной уже есть, кто 10 лет, да, кто 6 лет, почему они не уходят? Потому что мы с ними, там, и столько чая выпили, и столько переговорили, и столько раз увидели, что у них вот эта такая вера в Арифлеем закрепилась, что они себя, в принципе, в других сферах, они не хотят даже себя видеть. Не то, что не видят, да, уже не хотят, потому что они понимают, что, в принципе, даже если они будут дальше постепенно идти, но системно, у них придет этот результат. А бывает так, что человек пришел на быстрые деньги, ему кажется, что сейчас все быстро получится. Не получилось, где-то не поговорил со спонсором, да, и уходит. Поэтому здесь очень важно вам быть на связи со спонсором, либо, если у вас нету такого прямого наставника, это могут быть какие-то онлайн-записи других топовых лидеров. Иногда бывает такое, что, например, нам самим, вот, как говорят, нам самим нужны иногда наставники. В такой момент мы включаем записи, например, Владимира Полежаева или тех лидеров, которые сейчас активно растут, идут на президента или закрыли уровень президента. И для нас они становятся такими некими менторами. Поэтому здесь важно стать самому наставником, да, если вы хотите крепкую команду иметь, и иметь, ну, как бы своего ментального спонсора. Да, получается, Гульнара Даурен, очень важно для поддержания активности, по сути, быть на связи со своей командой, да, постоянно поддерживать, постоянно, в принципе, быть рядом, да, даже какой-то момент общаться. А для тех, у кого на самом деле, кажется, ну, нету рядом спонсора, да, то есть важно все равно находить это взаимодействие. Гульнар правильно сказал, ведь это у нас бизнес-бизнес-общение. В принципе, понятно. А хорошо, мне тогда такой вопрос. А как вы сегментируете коммуникацию для поддержания активности? Вы ее как-то сегментируете? Кому, что, когда? Или, в принципе, такой общий поток? Нет, конечно, обязательно сегментируем, потому что есть консультанты, которые только пришли, да, их нельзя слишком сильно перегружать информацией, их надо просто влюбить в Арифлейм и постепенно ввести, ну, как сразу мы вводим рекрутируем, но показываем, говорим, что это, в принципе, легко, да. Если это уже менеджеры, то наша задача – научить их, что делать, обзванивать свою структуру и понять, что все люди, неважно, даже если это от его новичка пришел новичок, это его человек, и его задача – тоже его сопровождать. Потому что если брать вообще основу сетевого бизнеса, любой менеджер, лидер должен знать три поколения своих консультантов. Кстати, Даурена в этом постоянно говорит на всех живых презентациях, что именно наставничество в три уровня должно быть. Можешь как раз про это добавить. Это опять-таки про сегментацию информации. Откуда пришла вот эта идея, что именно в три уровня? Из книжек. Мы прочитали в книжке, что нужно сопровождать. Но для того, чтобы пошла волна роста в структуре, нужно сопровождение как раз делать в три уровня. И стараемся своих партнеров тоже учить так же, чтобы они сопровождали не только тех, кого сами непосредственно подписали, но и искали ключевых партнеров в глубине своей структуры. Да, мы рассказываем примеры из нашей команды, когда бывало такое, что вроде работаешь, работаешь, и где-то в четвертом или пятом поколении появляется активный человек, которого мы начинаем сопровождать. А дальше уже как идет сегментация информации. Например, у нас есть менеджерские чаты по командам, где уже обсуждаются именно рабочие моменты. То, что новичку сказать сразу, давай обзванивай, слишком он нагружать невозможно. А если менеджер, он уже знает, что у него горит программа денежная, у него там горит поездка какая-то. Уже с ним по-другому, уже где-то построже, как с более взрослыми, как с детьми. Получается, до пяти лет толку нет ничего объяснять там человеку. Это как до шести до девяти процентов. То есть ты его пока вводишь, рекрутируешь вместе с ним, что-то подсказываешь, а уже, например, с уровня 12 процентов где-то уже построже. Где-то можешь похвалить, поругать. Уже такие прям... Да, подросток уже такие рабочие моменты идут. И с директорами уже, конечно, мы стараемся общаться как на равных, потому что это уже лидеры. Если мы их где-то будем ругать, то есть может тоже пойти перекос. Здесь невозможно ругать или только мотивировать. Здесь уже обсуждается конкретно, давайте, какой марафон мы в этот раз с вами запустим. Давайте, какое обучение мы в этот раз запустим. Потому что вроде каркас системы один, но каждый раз что-то меняется. Предположим, например, на этой неделе мы активно со всей структуры прокачиваем на вейдж. И заодно получилось так, что мы как раз прокачивая на вейдж, совпало так, что будут тренинги от компаний. И куда с удовольствием очень большое количество менеджеров записалось. Если раньше мы скидывали ссылку в чат и говорили, э, заходите там в тренинг, да, никто не заходит. А сейчас мы сказали, мы берем только пять человек на этот тренинг. И прям все такие сразу, я хочу в эти пять ходить, добавьте меня тоже, да. То есть вроде одно и то же, но преподнесли по-другому, что только пять человек, да. И у людей создался вот этот ажиотаж. Уже с директорами, например, мы обсуждаем такие больше крупные планы, да, в плане того, что как вообще им активность поддерживать в своих командах. И плюс на планерках директора делятся, что у них хорошо зашло. И, например, даже если у части директорского, ну, как бы структуры нет там настроения, у кого-то бывают, да, разные моменты, а кто-то один такой заряженный включает микрофон и говорит, «Я сегодня столько встреч провела, я сегодня столько созвонов взяла, я сегодня команду в кафе собрала». И всех сразу такое оживление, как будто они это в первый раз в жизни, в принципе, услышали. Поэтому здесь уже сегментируем как информацию, да, для новичков, для менеджеров и для директоров. Гульнар, спасибо. А есть у вас такая сегментация для тех, например, кто пришел строить бизнес отдельно, вот, да, а для тех, кто просто для потребления, ну, продукт для себя покупает, у них какая-то отдельная или нет, или они вместе? Ну, есть, например, просто чат, где они вместе, и там идет просто прокачка продукта, где-то мотивационные ролики, на всякий случай мы скидываем, что есть там партнеры, которые купили машину, квартиру, премию получили, да, а уже кто настроен на бизнес, мы их отделяем в отдельный чат, но только на одну неделю. И вот там идет прокачка марафона по рекрутированию, по обзвону, у кого что получается, что не получается. Почему дольше мы как бы менеджерский состав вместе не держим, потому что потом уже начинаются вопросы о продукте, и так далее, да, а дальше уже каждый директор берет свою менеджерскую команду и отдельно сопровождает, потому что когда они слишком долго вместе, кто-то из директоров начинает расслабляться, перестает сопровождать и думает, ну, они, наверное, и так в чате знают. А так, в принципе, любую программу нужно обязательно использовать и работать под события, да, неважно, это какой-то тренинг, поездка или премия, нужно обязательно ее коммуницировать. И вот даже когда идут какие-то там розыгрыши призов, да, или запуски каких-то, ну, вот даже по новейджу, я прямо звоню некоторым партнерам, директорам, говорю, слушай, это прямо для тебя, это прямо акция, ты можешь сейчас на ней поднять товарооборот, у тебя отлично получится. Потому что когда мы просто в чат скидываем информацию, она, может быть, даже не прочитала и даже не услышала. Потому что у нас же у многих тоже есть чат, например, если мне чат-садик и не так интересен, я его, в принципе, сильно, ну, как бы не читаю, да. И также когда человек еще не сильно, ну, не всегда сфокусированный на результате, он может в чате эту информацию и не прочитать. Поэтому важно позвонить, и где-то человеку бывает даже неудобно не дослушать, он дослушивает, и ему доходит эта информация, он думает, слушай, реально же, могу пять менеджеров найти, потом на живую встречу пригласить, а если они каждый по пять наборов предложат, да, и уже на сколько баллов вырастет структура организации. Как раз хотела поговорить по поводу чатов. Мы знаем, что чаты на самом деле, да, самый неэффективный канал, потому что их много. И я слышу, что у вас в системе именно обязательно доработать. То есть чат – это коммуникационный канал, но не основной, да, важно обязательно усилить его звонками, усилить индивидуальной проработкой. Скажи, пожалуйста, этот принцип у тебя, у вас в команде партнеры также принимают? Ну, мы стараемся на каждой планерке сейчас доносить, да, потому что если раньше мы сами рассчитывали на чаты, то сейчас мы понимаем, что даже мы не все чаты компании, даже при большом желании, мы не все успеваем прочитать. Поэтому мы говорим о звонках, даже вот когда идет рекрутирование, если создается инфочат, где идет презентация бизнеса Арифлэйм, мы прям после презентации говорим, каждый дозвоните своему, даже если он вышел с чата, даже если он ничего не отвечает на WhatsApp, просто позвони и поговори, потому что бывало так, что я сама, когда обзваниваю информационный лист, например, новичок сидит в чате, вообще молчит. Добавили его в обучающий чат, там, где сидит пять человек, молчит. Звоню, и раз на 30 минут разговор. Все началось с того, что там она элементарно вышла только в декрет, большой перерыв между детьми, и она бы вообще хотела бы ухаживать за собой, но времени не хватает даже там WhatsApp открыть. Разговорились, и у человека появляется уже интерес. То есть все равно вот звонком мы по-другому можем выявить потребность человека, потому что в чате, может, мы думаем, что он на бизнес, а на самом деле он на продукт. А те, кто на продукт, мы думаем, они возможны, когда мы поговорим по телефону, и еще раз нужно рассказывать возможность Арифлэйм. То есть нужно каждый раз рассказывать о том, что у нас есть 8 видов заработка, какие возможности, преимущества, да, и в какой-то момент у человека может вот этот щелчок произойти. Так, индивидуальные созвоны и видеосозвоны, ими легче вывести человека на точку мотивации. То есть каждого лидера, ну, когда мы сопровождаем, невозможно каждого лидера по шаблону как-то сопровождать. Кого-то не интересует абсолютное путешествие, или есть люди, которых не интересует заработок, интересует стиль жизни или образ жизни. К разным людям разный подход. И, соответственно, мы им говорим, что вам нужно со своими ключевыми партнерами точно так же прорабатывать индивидуально. То есть лучше созвониться, либо встретиться, и каждый день напоминать о том, что у тебя есть план, ты должен его сделать, чтобы там отправиться в путешествие, или у тебя есть план, чтобы закрыть свой кредит, ты должен заработать столько-то денег. Каждого человека заставляем, чтобы они мотивировали свою команду. Я знаю, что вы очень хорошо проводите презентации, возможности Reflame, при этом у вас очень такой свой плотный график, когда находите время. И насколько вам это, в принципе, нравится, давать презентацию Reflame? Ну, мне нравится уже давно, просто мне жена не разрешает проводить презентацию. Сейчас я тебе распишу график активности. Я думаю, что давай я буду рассказывать о возможностях всех компаний. Мне очень нравится рассказывать о возможностях и очень нравится рассказывать о том, что компания относится к каждому менеджеру очень лояльно. Такого отношения я всегда презентую бизнес со стороны компании. Допустим, многие лидеры растущие, директора, они говорят о возможностях, о деньгах, но забывают сказать о компании, забывают сказать о предметах гордости компании, забывают сказать, как компания заботится о каждом из нас. И если, допустим, многих людей даже в наемной работе, ну, не пугают, что у них маленькая зарплата, не пугают, что у них 6 дней в неделю работает, но отношение руководства к ним, да, как к людям, как к специалистам, как к профессионалам, это очень влияет. Я, допустим, всю жизнь, 15 лет трудового стажа в наемной работе, я знаю, что многие люди ходят на работу, потому что любят ее, да, но готовы покончить с этой работой только из отношений, просто потому что, там, руководитель, там, кто-то не оценивает его по заслугам, да, не оценивает его труд, ему даже не важно, какой результат труда этого, но оценка именно очень важна. И я всегда стараюсь преподнести, что Али Флейм ценит своих сотрудников, начиная от менеджера, там, 6%, и сопровождая подарочками, когда ты уже на уровне бриллиантового директора, конечно, к тебе отношение совсем другое. И ради такого отношения просто, мне кажется, стоит работать и добиваться больших-больших успехов. Наверное, это боль всех наемных сотрудников, да, ну, в традиционной работе, если не брать шведскую компанию Али Флейм. Потому что я тоже вот рассказываю, была удивлена, когда мы были на складе Али Флейм, да, что есть сотрудники, которые по 15-20 лет, потом тоже, вроде бы, такая монотонная работа у них, да, но они столько лет с компанией, они были в Стокгольме, да, насколько Али Флейм всех ценит. И вот некоторые говорят, а как мне вживую рассказать о возможности компании? Я говорю, вначале, говорю, всегда с каждым человеком поговорите о его работе, какой функционал он в найме выполняет, сколько часов уделяет работе, что он в итоге получает, да. Вот, например, у нас недавно был случай, мы одну, получается, женщину никак не могли привлечь в бизнес, я ей скидывала чеки, результаты, да, ни в какую не идет. И потом просто один день я задала ей вопрос, скажите, пожалуйста, что входит в ваши обязанности, в вашей работе? Она начала перечислять, и когда люди начинают перечислять и говорить свою зарплату, мне кажется, в какой-то момент становится себя жалко, да, что, а я говорю, что-то через 5 лет изменится? Она говорит, нет. А через 10? Нет, да. И когда она прослушала после этого возможности Али Флейм, человек расплакался, честно. Она говорит, блин, неужели я, говорит, услышала эти возможности, что есть такой шанс зарабатывать и строить красивый бизнес. Поэтому у нас, например, в нашем бизнесе те трудности, сложности, которые встречаются у партнеров, на самом деле это даже и не трудности, и не сложности, да, по сравнению с наймом или традиционным бизнесом, который вот в пандемию многие бизнесы закрывались, да, уходили в минус, многие люди платили кредиты, им нечего платить, потому что нет денег. Но компания Али Флейм, она нас опекала, оберегала, поэтому когда вот, в принципе, вы сказали про ковид, да, как изменилась у нас структура работы, но на самом деле сказать, что что-то глобально изменилось, нет, но мы почувствовали именно отношение к компании, вот эту заботу, что мы реально под крылом гиганта, потому что нам платили каждый 21 день, выплачивали премии, все бонусы, и вот у нас был такой драйв в 2020 году, да, когда мы видели, что у всех все плохо, а у нас все хорошо, и даже люди с чата не хотели выходить. Вот чат, на самом деле, он, знаете, для такого позитивного поддержания, чтобы человек хотя бы краем увидел, что, блин, в Али Флейм-то классно, они только о хорошем говорят, сначала их это раздражает, да, а потом они, наоборот, выходят из чата и говорят, блин, что-то я соскучился, у вас всегда там все так хорошо, да, и вот чаты, знаете, в какой момент хорошо играют роль, например, прямые эфиры играют роль в плане мотивации, когда ты можешь энергию передать, да, зумы хорошо работают, для того, чтобы понять, что у человека, в какой момент он проседает, где он, недоработка у него идет, да, что улучшить, а вот чаты, это обычно всегда мне нравится в конце каталога чаты, они кипят, там новые, поздравляем, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, да, и это такой прям ажиотаж, бум, я даже как будто сквозь эти смс, вижу, как человек там счастлив, потому что у них такие свалики, где-то счастье, где-то слезы, где-то ролики, да, люди записывают, то есть чат он нужен, вот для того, чтобы в конце каталога, как бы подвести итог, да, а все остальные каналы, коммуникации, они для запуска и для вот этого поддержания активности нужны обязательно. А вот если говорить, да, о каналах коммуникации, посты и прямые эфиры в социальных сетях, они, насколько они важны для поддержания активности, для развития бизнеса? Ну, вообще важно, вот я когда пришла в Арифлейм, и Деориан же говорит о том, что мы увидели стиль жизни людей, которые работают здесь больше 10 лет, и, например, когда я пришла в социальные сети, посмотрев других лидеров, которые были на уровне старшего золотого бриллианта, я увидел, что у них есть там поездки, путешествия, да, что они уже интуитивно, но за счет компании ведут личный бренд. То есть получается так, что нам компания на самом деле помогает даже личный бренд вести. И вначале, если мой инстаграм посмотреть, то он был очень странный, то есть там была то собака, то кошка, то, не знаю, там клубника, ведро, причем ничего такого, да, и потом мы стали вести личный бренд. То есть я поняла, что это классный инструмент, если раньше я приходила на живую встречу, я знала, что мне надо накраситься, чистые волосы, ухоженная одежда, да, то здесь я подумала, блин, здорово, просто делаешь фотографии, там пару сторисов записала, не надо весь день ходить в препарате. И это помогло как для того, чтобы показать, какой стиль жизни тебя ждет. То есть наши странички в инстаграм, это отражение жизни человека, который присоединится и будет работать как мы, и его ждет это же, или даже еще лучше. То есть здесь очень важно, даже если вы находитесь на уровне менеджера, директора, неважно, на каком уровне, начать вести. Почему? Потому что люди наблюдают. Пусть даже сегодня за вами наблюдают 10 человек. Завтра кто-то из них скажет, блин, я тоже так хочу. Я тоже хочу, как она там, посещать мероприятия, да. Элементарно, даже если вы посещаете какие-то бьюти-сессии, да, пробуете на вейдж, об этом снимаете, кто-то захочет. Бульнар, а вот прямые эфиры, да, насколько на самом деле они важны и как людям, да, партнерам, кто еще боится начать вести прямой эфир, да, вот как ему решиться, с чем выйти. Все-таки пост написать вот как-то безопаснее, да. Получается, я, например, вначале тоже стеснялась, ужасно, камеры, фотографии, съемок, да. Я вот помню, первый раз, когда нам тоже включили камеру, я там так дрожала, как осиновый лист, вообще, я все слова даже просто, как меня зовут, кажется, забыла, да. Но оказывается, в любом деле это только количество повторений. Вот если ты будешь один раз, второй раз, третий раз, и самое важное, ребят, не пересматривайте то, что вы снимаете первое время. Просто снимаете, 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 и в какой-то момент вы начнете так уже профессионально выступать. Например, даже если смотреть сегодняшние тренды, например, вот ТикТок, да, сейчас активно развивается. Ну, правда, еще там не сильно активно, но в любом случае, и каждый эксперт, он что советует, говорит, нет секрета, говорит, просто много раз снимайте. Когда ты снимаешь, снимаешь каждый день по два-три ролика выкладываешь, все, постепенно у тебя вырабатывается профессионализм. Точно так же здесь и со сторисами, хотя бы один-два сториса снимайте. И тогда, потом в процессе это станет вашей привычкой, что ли. Потому что вначале у меня тоже были какие-то странные сторисы, я себя не показывала, только что-нибудь с краю или стеснялась, вот так сбоку что-то сниму. То есть через это все проходят, вот любого даже как бы блогера, артиста, посмотрите. Ну это, наверное, связано с тем, что просто раньше нам было меньше, что показать в сторисе, допустим. А сейчас наши сторисы, они настоящие. То, как мы в сторисах или в постах себя позиционируем, ходим, тратим деньги, позволяем себе отдыхать, позволяем подарки. Это действительно наша жизнь стала сейчас. А раньше мы, допустим, делали контент, там раз цветочек появился, и мы только этот цветочек фотографируем, ничего вокруг, потому что вокруг все не так красиво, как эти цветочки. А сейчас, ну, наша жизнь изменилась, и, соответственно, наши сторисы, прямые эфиры, все они стали свободные, легкие. Ну, а тут для новичков, наверное, да, надо еще дать совет, как не бояться. Ну, некоторые же говорят, у меня же нет таких результатов, еще чеков и так далее, да? Придумайте какую-то свою тему. Не знаю, может быть, вы пока будете просто про еду общаться, разговаривать с кем-то, про, не знаю, там подгузники. Есть такие темы, которые всегда актуальны, и там неважно, какой у тебя фон. Вот недавно мы видели новых блогеров, да, которые выросли, ну, до миллиона подписчиков, они живут, в принципе, в однокомнатной квартире. У них вот один фон только, это просто их кухонный гарнитур, и все, да? Но при этом они сейчас стали блогерами-миллионниками, конечно, будет много зарабатывать, но они просто снимали каждый день. Все говорят, ой, вы так резко стали известными, говорят, мы, говорит, снимали пять лет. Представляете? Ну, то есть есть люди, которые там по пять-шесть лет снимали, ну, это, смотрите, ребята, это не займет у вас много времени, просто хотя бы будильник ставьте, что там, в двенадцать, и, не знаю, там, в шесть часов вечера хотя бы что-то снять или что-то сказать. Многие, например, сейчас, те, кто занимается контентом, они заранее прописывают все две темы. А как, например, первое время делала я, я у кого-то увижу пост, и такая думаю, тогда ладно, похоже напишу, похоже писала. Потом уже я сама научилась писать. Сторисы, например, даже до сих пор я у кого-то вижу, думаю, блин, классные те истории. И тоже просто беру и записываю. Вас за это никто не укусит, не съест. Лучше, чем чужой, выложите свой. Потому что ваш личный отзыв, он всегда большую роль сыграет, чем если вы, например, даже мое видео или Жан-видео поставите. По сути, дублицирование работает всегда. Не знаешь, посмотри, да, и повтори. И главное, повторяй, повторяй, Это как на велосипеде научиться ездить. Одни и те же движения, просто нужно их повторять. И все. Ребят, а как вы работаете с неактивными партнерами? Таких всегда есть в любой организации, в любой структуре. И как вы учите свою организацию работать с неактивными? Ну, конечно, это обзвон, но чтобы человек начал звонить, они же не хотят. Мы тоже раньше не хотели, да? Потому что, ну, легче же всегда с активными разговаривать, а неактивными. Да, лотом, это рефлейм. Но мы всегда рассказываем истории людей, которые сейчас активно включились в бизнес, просто благодаря такому звонку. Почему? Потому что таких историй много. Например, вот у нас даже недавно был случай, где девушка, например, логопед в команде, например, она у Бахыт находится, она когда регистрировалась, сказала, ой, я ничего делать не буду, ничего покупать не буду, просто ладно, зарегистрируй меня. Через время она говорит, пришлите мне к этого, хочу посмотреть, просто посмотреть. Потом начала смотреть, да, и в какой-то момент получилось так, что к ней пришла на, получается, со своей дочкой Олеся, чтобы букву R научиться выговаривать. И они так разговаривались, да, что вот эта уснушка, которая была, она говорит, слушай, я же тоже могу строить бизнес, если до этого ей наставник объяснял 5-10 раз, да, она не слышала. Потом другие есть люди, которые тоже, вот им один раз позвонили, второй раз позвонили, потом третий раз, позвонили, может они не среагировали и уже сказали, что мне это неинтересно. Но получается так, что они кому-то пришли в гости, с кем-то пообщались, кого-то встретили на детской площадке, и потом они вспоминают, что у них уже тоже есть номер в компании Reflame. Они тоже возвращаются, но возвращаются к тому, кто с ними на связи. Поэтому очень важно, чтобы у них сохранялся ваш номер телефона и у вас тоже был сохранен его номер телефона, чтобы вы хотя бы просто как бы дружили, общались. У меня тоже есть много таких людей, которые периодически делают заказы, но и вот это в наше внимание очень интересно. Они когда мы им пишем, звоним, они говорят, блин, хорошо, что вы позвонили, хорошо, что вы сказали, да. А в какой-то момент они могут проснуться и включиться на бизнес. Всегда говорят, оставляйте открытыми двери. Вот сейчас, например, новый старший менеджер, который у нас выросла, девушка из Астаны, она, например, в сентябре прошлого года, мы с ней смеялись, она шла прям ее сообщение, где она сказала, я ухожу, мне ничего не нравится, мне ничего не интересно. Через пять месяцев, да, вот как социальные сети играет. Она наблюдает за статусами ватсап, сторисами, да, и в какой-то момент человек уже вышел в найм после декрета, да, три месяца отъездил, и она говорит, сама пишет, говорит, Гульнар, давай начнем работать. Я уже сама обзвонила уснушек, представляете, то есть тех людей, которым я уже перестала звонить, да, она их обзвонила, разбудила, да, вывела на заказы, и сейчас они вместе с ней рекрутируют. То есть вот это, я всегда говорю, если у тебя не получается рекрутинг извне, хотя бы садись и рекрутируй свой собственный инфолист. Потому что вот, кстати, мне, когда я была директором, если посмотреть, взять мои отчеты, да, я не держала ниже квалификации директора, но у меня всегда был хороший товароборот, 10, 12, 15 тысяч баллов, при том, что я делала там два-три кьюрекрута, ну, это как бы был, даже иногда один кьюрекрут, это был плохой показатель, но почему баллы размещались? Потому что вот этот инфлист, я за него держалась. Я не хотела, чтобы ни один человек из моей команды уходил, засыпал, я обзванивала. И у меня, например, информационный лист, это было всего полторы странички. То есть вот здесь страничка и здесь страничка, да? То есть сейчас, когда ты у 15-ти процентника, у 18-ти процентника снимаешь отчет, там вот такая папка уже, да? Я говорю, ужас, что это такое? Потому что, я говорю, мне надо достать мой первый отчет, там вообще, когда директор открыл, вот такой один лист был. И просто все было в заказах. Но в заказах каких? Не 150 прям баллов, кто-то 23 баллов, кто-то 50, кто-то 250, кто-то 300, а кто-то там 15 баллов, 7 баллов. Я говорю, смотри, я говорю, любой человек, он важен, пусть он сегодня берет только зубную пасту. Вот сегодня, да, я бахыт постоянно приложу в пример, просто, ну просто так смешно получается. Она, например, была моим потребителем и заказывала только два мыла. Когда зарегистрировалась, тоже ничего практически не заказывала. Вот такие маленькие заказы отправляла. В один день я взяла, я говорю, все равно у тебя денег нет, говорю, пойдем учиться зарабатывать. Мы взяли с ней каталоги и пошли раздавать по магазинам. Она говорит, а как раздавать каталоги? А я сама, главное, не умею, но я ей говорю, слушай, там захочешь, просто говоришь, это вам, и выходишь. И, кстати, у бахыт получился больше, чем у меня. Когда вы слышите какую-то фишку, если даже у вас не получается, скажите это уверенно другому человеку. у него может получиться в тысячу раз круче. Я так все раз делаю. Да, я всегда так делаю. Заходишь, просто говоришь, это вам. И представляете, у нее на работе есть клиенты, она за один день собрала 150 баллов. И она после этого удивилась, она поняла, что 150 баллов несложно собирать. И почему-то после этого человек разрешил себе заказывать больше. Если до этого она экономила бюджет, старалась, ну, поменьше царифлами заказать, то когда она видит, что все заказывают, ей самой это хочется. Думает, вот соседка заказала помаду, мне тоже это надо, да. Вот та заказала тушь, и даже просто клиент сам отзыв оставил, человеку самому хочется. Вот сейчас, например, идут классные акции на каталоге, да. Нужно обязательно выписывать, раздавать. Мы не знаем, когда человек позвонит и напишет, но важно оставить. А сейчас вот WhatsApp статус вообще круто работает. Я говорю девчатам, когда раздаете каталоги, прям говорите, слушайте, запишите мой номер телефона, у меня там будет для вас скидка, подарок или бонус какой-то, да. Человек записывает, вы тоже записываете. И когда номера друг у друга сохранены, вы видите друг друга статусы WhatsApp. Вот сейчас, например, новый растущий менеджер, который у нас самостоятельный, она мне пришла через статус WhatsApp. Она у меня всего один раз вела урок английского языка, была заменой другому учителю, сохранила мой номер, а я тоже сохранила, потому что я ее искала в кабинет. И оказывается, все это время она за мной наблюдала. И в какой-то момент она писала, слушайте, Гульнара, что за бизнес? Чем вы там занимаетесь, да? И пришла тоже на бизнес. А был случай, где мы, например, вот зона отдыха только открылась, мы за временем стараемся везде каталоги ставлять. Мы оставили каталог, они позвонили только через год, но они сразу заказали четыре упаковки wellness pack, солнцезащитные крема. Это вот, ну, получается, хозяйка этой зоны отдыха, очень обеспеченная женщина. При этом мы не постеснялись ей каталог оставить, потому что каталоги, например, да, наши визитки, статусы, записи других контактов, это как вот депозит всех контактов, которые всегда возвращаются. И что круто в бизнесе с Арифлэем, здесь он не одноразовый в каком плане, что даже если человек уснул, он потом сам может соскучиться и вернуться к продукту. Но ваша задача хотя бы иногда узнавать, писать, привет, как дела? Я некоторым пишу, привет, слушай, ну, там риелторы, например, попадаются, говорю, а сколько это квартира стоит, еще что-нибудь? И человек обратно начинает за мной наблюдать. Даже если это уснушка, они все равно видят, что мы позитивно относимся, мы их не ругаем, что вот что-то ушел, зачем ты так сделал, да? И они хотят вернуться. Очень, по-моему, крутое такое определение депозит контактов. Вообще здорово. Гульнар, давай вернемся к такой теме, вот ты затронула, да, если предложить своим подарок или бонус, или скидку. Вообще компания проводит много акций, акций, программ, поддержки, но практикуете ли вы что-то для своей организации отдельно? Отдельно, да, мы бывает запускаем конкурсы, например, очень многие люди хотят получить набор на вейдж. Мы сначала рассказываем, рассказываем, рассказываем в чатах, делимся отзывами, да, и есть женщины, которые не могут тебе его позволить, да, и мы говорим, вот если ты соберешь заказ на 150 баллов, мы в этом чате разыграем набор, и прямо начинается ажиотаж. Но чтобы ажиотаж был, мы запускаем бегунок, потому что раньше, когда мы просто в конце подводили итог, люди не участвовали, а когда идет вот этот бегунок, например, даже вот, если бы компания так по показателям запустила, да, вот этот уже влился, и этот влился, да, и он хочет тебя в этот список добавить индуитивно, и он даже сам уже не знает, зачем ему участвовать, зачем ему набор на вейдж, да, просто он видит вот этот ажиотаж, что все собирают заказы, какие-то чаты организуют потребители, да, и он вот эту волну начинает подхватывать. Конечно, не все, но даже часть людей, которые прозвиваются на такие активности, это тоже классно. Потом вот я уже говорила о том, что мы запустили сейчас марафон по на вейдж, что все, кто купит набор на вейдж, они в следующем каталоге будут участвовать в марафоне по уходу за лицом, потому что многие женщины они берут иногда не потому, что там денег нет, да, они думают, а как я буду этим пользоваться? Некоторые даже у меня спрашивают, покупают и говорят, что это надо каждый день наносить? Я говорю, ну да, каждый день, да, как вы хотели. А потом, когда они подключаются такие чаты, где видят, что все ухаживают, какие-то фотографии скидывают до, после, им уже становится интересно, потому что я даже иногда, вот раньше я, например, ленилась наносить набор, да, весь, ну, до 30 лет вообще особенно ты умылся и можешь лечь спать, или вообще с косметикой там завалиться спать, да. А сейчас, когда я вижу, вот там у девчонок та сняла сториз, как она нанесла пилинг, маску, да, и ты невольно идешь, и рука тянется тоже все это сделать. И потом, когда мы тоже это снимаем, сториз, как мы пользуемся, я уверена, что другие девочки это тоже подхватывают и вспоминают, что нужно тоже нанести уход за лицом. Вот такие марафоны у нас активности проходят. А так, в принципе, остальное время мы используем полностью акции компании, выделяем какой-то продукт из каталога, потому что раньше, например, я вот помню, не так было много акций дополнительных и предложений, но всегда нас учили, что есть драйвер каталога, то есть есть продукт, который усиливает, который все хотят, вот как в этот раз с этой пляжной сумкой, которой всем теперь не хватает, да. То есть это такая некая акция, то есть человек хочет купить сумку, но при этом ему нужно дополнительный заказ разместить. И об этом тоже нужно на планерках объяснять, потому что вроде кажется, что акции простые, что там сложного, да, но человек может прослушал, может даже не понял, что иногда даже в чат напишут, что вот мы сказали, 30 апреля у нас будет тренинг с Эгирем Жоужановой, да, а некоторые мне вчера пишут, блин, девчонки, я пропустила тренинг. Я говорю, слушай, он еще не начался, я говорю, ты его не успела пропустить, да. Ну, получается, где-то информация теряется, да, и нужно еще раз, еще раз повторять. Просто одно и то же, как попугайчик. А еще у меня такой последний вопрос. Как вы мониторите у себя активность? Ну, сейчас хорошо, от компании проходит KPI, и мы уже мониторим, связываемся по нему, а в основном, конечно, и на активность смотрим, и на рекрутирование. И вот, например, в последние каталоги мы смотрим рекрутирование даже не процент, а количество приглашенных рекрутов командой. То есть мы делаем акцент, потому что было какое-то время, что директор один рекрутирует, рекрутирует, да, и в какой-то момент он может устать, да, и один столько не сделает, если вдруг он там заболеет, еще что-то случится. Сейчас мы делаем акцент, что должна его команда тоже приглашать. И расписываем, что вот на уровне, там, 9% у вас по команде должно быть 9 рекрутов. Если какой-то из директоров жалуется, что у него нет роста, мы сразу открываем отчет, смотрим, какие у тебя бизнес-показатели. Да, потому что у некоторых бывает вроде активность даже хорошее, в принципе, да, там почти под 70%, но количество рекрутов, например, 3-4 по команде. Конечно, тогда у него не будет роста, он будет еле как вот эти, ну, как бы 7-500 бонус-баллов удерживать. Поэтому нужно обязательно обращать внимание, какое рекрутирование, какая активность, потому что если слабое рекрутирование, значит, роста и развития не будет. Нужно усилить, посмотреть, может быть, он акции до конца не объясняет, может, у него не включились люди в программу 4х4 и так далее, да. А если у него активность низкая, может быть, он много приглашает, но не то говорит. То есть после регистрации где-то вот этот слив происходит, что человек, либо бывает такое, что человек 2 каталога делает заказ и потом перестает вообще делать заказы. Тоже, возможно, ему там наобещали золотые горы и не объяснили систему работы. Начинаем уже анализировать. Ну и, конечно, говорим, что понимаю, что часть людей может пить, но большую часть ты можешь в любом случае своей команде оставить как на потребление через свои отзывы, через то, что какие продукты, акции сейчас в компании у нас проходят. Гульнар Вадурен, я знаю, что, ну вообще мы все, да, знаем, что у нас там в Казахстане очень, в принципе, хорошо идет рекрутирование, да, и так подхрамывает немножко временами активность у многих, да, во многих организациях. Но в прошлом квартале вы стали одним из победителей, да, в нашем соревновании среди топовых организаций по приросту, да, увеличению активности именно партнеров, за исключение новичков, вот в чистом виде активности. Вы получили даже суперприз, я видела у вас в инстаграме, да, распаковку. Скажи, пожалуйста, вот, то есть это говорит о том, что вы, в принципе, все, о чем сегодня рассказывали, вот много, хорошо мы обсуждали, но то, что вы говорили в отношении активности, это все действительно работает и дает у вас результат. Вот какой бы, наверное, совет вообще всем партнерам, лидерам Орифлейм вы бы дали для того, чтобы так же классно поддержать именно активность, вот такой же финальный аккорд? Ну, вообще, я думаю, что лидер должен ориентироваться, если он хочет быть как минимум директором, что его 7500 баллов должны набираться за первые две недели. Тогда у него будет классная активность. А в конце бывает, когда люди начинают размещать заказ, даже есть огромное количество людей, которые хотят, но забыли, они начинают звонить после 8 вечера, когда сайт закрылся. И, например, в своей команде я всегда привожу примеры. У меня есть директор, который вроде бы, ну, как бы директор еще пока не золотой, но у нее, например, 10 тысяч баллов отделяются там за дней 8-9. И просто мы всегда ей задаем вопрос, она такая еще спокойная, не эмоциональная, да, мы говорим, как у тебя такие баллы набираются так быстро, да, и она уже рассказывает, делится опытом, говорит, что девочки, я просто, говорит, каждый раз хорошо говорю о продукте, проговариваю и заранее прозваниваю свой информационный лист. Потом есть тоже сейчас у меня растущий менеджер, у нее хорошая активность по команде, и я спрашиваю, как у тебя это получается? Специально на планерке, чтобы она перед... Я-то знаю, но я задаю специальный вопрос, да, чтобы она другим рассказала. Она говорит, слушайте, девочки, вот первую неделю я стараюсь всех обзвонить, чтобы просто утеплиться, чтобы это не выглядело на третьей неделе, что я просто вымогаю там баллы, да, и так далее. Я, говорит, первую неделю утепляюсь, разговариваю, да, вторую неделю... И подложу к тому, что вот сейчас уже скоро надо будет снова разместить заказ, да. Вторую неделю она уже обзванивает и говорит, давайте размещаться, давайте вот такие продукты. Смотри, вот это уже закончилось на складе, да. Давай вот этого человека подпишем, давай такую встречу проведем, давай такой... Дай мне свои контакты, да. И уже на третьей неделе они мониторят результаты. Конечно, лучше всего всегда делайте акцент, передвините просто свой график, что вот вы первые две недели отработаете, а третью практически как будто будете отдыхать. Я вот помню одно время до уровня бриллиантового директора мне надоело так закрываться в субботу, вот это, ну, стресс, звонки, да. И я сама себе пообещала, что каждую субботу закрыть и каталог, и я ухожу в баню. Ну, в тот момент я могла себе только такое позвать, не из ПА, да, но... И это меня мотивировало быстрее обзвонить, быстрее закрыться. То есть, может быть, что-то надо себе пообещать, да, какое-то удовольствие, что вот если ты раньше это сделаешь, за первые две недели, ты там сам себя чем-то отблагодаришь, порадуешь, что-то себе купишь, да, то есть нужно какое-то себе сделать вознаграждение. Не то, что это так тяжело, да, а именно за первую неделю сделал, в следующую неделю, в третью неделю ты уже спокойно смотришь, кому чего не хватает, и уже делаешь себе какой-то подарок. Спасибо большое, отличный совет. Дауре Ангульнара, большое спасибо вам за эту полезную и очень интересную встречу, беседу, я думаю, ну, просто море полезной информации, разных фишек взял для себя каждый. И, конечно же, хочется вам пожелать дальнейших успехов. Мы очень внимательно наблюдаем, поддерживаем, сопровождаем каждый следующий шаг и ждем вас по лестнице успеха выше и выше. Удачи вам, ребята. Всем пока. Пока.